Привет всем! Сегодня у нас на обзоре другая штучка, достаточно тоже интересная. Называется штучка, это 3D-ручка. Блин. Сегодня у нас на обзоре 3D-ручка с сайта Gearbest, и вот этого вот, вот этого вот, с немножко другого сайта. Это AliExpress. Самое прикольное, что я напечатал, это Болин. Болин. Человечек. Я его ещё рашпилим не прошёл, обязательно это сделаю, это человечек из антёрной, да это типа его домик, типа, типа вот. Одеть респиратор или противогаз это очень важно, особенно если у вас непроветриваемое помещение, потому что испарение газов, ну, как бы, когда мы плавим пластик, это очень опасно для вашей дыхательной системы, поэтому вам ещё придётся переплатить не только за ручку, но и за средства защиты. Вот. Поэтому давайте приступим к рисованию. Сейчас она нагреется. Так, что мы будем рисовать? Мы с вами будем рисовать, как это называется, короче, нефтекачалку из игры Антёрна, потому что я печатаю у нас из Антёрна до вещи. Вот, например, вот, 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 ну, вот такая вот. Итак, у нас нагорелось, давайте дорисовывать. Честно говоря, для того, чтобы рисовать нормально, вам придётся ещё одну линеечку испортить. Работает ручка по принципу клеевого пистолета, только в клеевом пистолете обычно мы давим рукой, а здесь мы, ну, электромоторчиком. Первый косяк, который я сразу нашёл, это, прям, глаза бросаются, это то, что задняя кнопка, она не всегда нажимается. Сами видели. Она, её нужно очень долго подержать, чтобы она начала работать. Это во-первых. Во-вторых, вот эта фигня может зайти не туда и сломаться. То есть вам придётся раскручивать и доставать её вот отсюда. То есть она кнопки все заблокирует, либо вытягивать силой. Что может сломать, ну, вам её хоть как придётся вытягивать. Это очень-очень плохо, я считаю. Ну, как бы то, что она сама вообще так себе. На самом деле, я её оспаривал, потому что это никуда не годится. Ну, и так-то всё. На этом мои приключения и закончились. Можно снять разную скорость. По-моему, у Мистера Макса такая же. Стоит она, конечно, очень дорого. Это 1900 рублей где-то с комиссией СССР. На GearBest я её купил. И, кстати, очень аккуратно. Как в паяльнике. Очень горячий керамический элемент. И самое главное, не забывайте о технике безопасности работы с паяльником. Это через какой-то период времени, например, 10 минут порисовали, выключили, подождали, пока остыло, и снова включали. Прошу заметить, что прежде чем выключить, нужно достать вот эту вот штуку. Ещё прошу заметить, что там может оказаться такая ситуация, что останется коротенький стержень, и он ещё останется, но его не будет протягивать. Его надо будет пропихнуть чем-то другим. Именно поэтому у вас все стержни потратить сразу не получится. Никогда. Как видите, я сейчас заполняю полость разными такими штучками, чтобы, если что, мы не смогли сломать случайным образом. Вот. На самом деле, нефть качалка достаточно маленькая по сравнению с человечком. Человек просто огромный. Но мы его расшлифуем. Честно говоря, дышать в этой фигне очень сложно. Но не так сложно, как в противогазе. Но на самом деле здесь реально... Вот я сейчас снял. Фу, как пластиком воняет, нафиг надо. Очень вредное, опасное производство. Поэтому все техники безопасности соблюдайте. Давайте расскажу про эти стержни. Заказал я их уже на Алиэкспрессе. Есть и самую ручку на Gearbest. Дело в том, что мне прислали не те цвета. И я бы, конечно, могу сказать, что достаточно дешево. Потому что я уже понял, что дешевле нет. И 1900 где-то со всеми комиссиями рублей за 15 штук. Кстати, там каждая по 10 метров. Он меня не обсчитал. Я их померил. Меня не обсчитали. Это достаточно... Уже будем считать, что это дешево. Хотя это стоит почти как вся ручка. Вот. И он мне положил не те цвета, хотя я ему два раза писал, что мне нужны именно те. Там мне нужно было коричневых там побольше. Все это потому, что я хотел печатать вот такие вещи из антёрнета. Вот как, например, вот этот пол. На него очень много уходит. Дом же он коричневый. Серый у меня вообще нету. А розовый и фиолетовый мне нахрен не нужен. Вот. Ну, я там нарисовал девочкам что-то, что-то. Вот. И он, короче, очень вредный. Он мне не хотел всё возвращать. Он мне просил, чтобы я обратно переслал. Хотя я ничего ему не обязан. Чего это я должен платить свои деньги ещё? Куда-то ходить, что-то отсылать? Если ты не положил, да я тебе несколько раз писал. Вот. И я... Сейчас посмотрим. Вот. И я через обострение спора, через приводимость всех важных аргументов я всё-таки это... выиграл спор. Хотя он мне говорил, типа, Алиэкспресс тебе... Давай я тебе дам... Я... Давай я тебе дам... Сколько там? Ну, короче, там чуть-чуть. А Алиэкспресс тебе вообще бакс вернёт. В итоге Алиэкспресс мне вернуло всё. Причём за его счёт. Он меня просил оставить хороший отзыв. Вот фиг ему за хороший отзыв. Я оставил всё самое плохое. И я буду надеяться, что вам обидно, как я причётаю, потому что я вот тут-вот ушёл в край экрана. И это очень плохо. Чувствую запах пластика. Прям вообще чувствую через эспиратор. Он, видимо, неплотно прилегает. Однозначно нам всё придётся рашпилем проработать. Это уже стопроцентно. На самом деле в этой дрянь-рошке только минусы. И самый главный вопрос, который может получиться, это нафига она вам вообще нужна. Вот я на ней печатаю либо какие-то фигурки, хотя мне за это не платят, либо это отремонтировать какие-то старые игрушки, которые уже детали, ну и детали как бы нигде не производят. То есть я так делаю. Я ремонтировал какие-то игрушки, причём многие даже были дорогостоящие, например, как в кране там некоторые детали, или в пианино. То есть таких уже и не сделают, а надо. Я как бы печатал детальки, да, такие, ну, не очень точные, но как раз и место сломано. И вот, собственно говоря, больше она вам ни за чём не нужна. Я помню, как я ещё давным-давно читал где-то в 12-м году журнал «Пин-код», это смешарки там про технологии, и там было написано про то, что есть такая штука, которая может вам из любого, так сказать, материала напечатать что угодно. Ну там, конечно, только сейчас с пластиком, да, то есть можно дом там распечатать, или какую-нибудь фигурку, игрушку взял, напечатал. Я, честно говоря, не верил, думал, а, это ещё так долго, да. Сейчас так долго можно только Half-Life 3 ждать, или какие-нибудь GTX 2000. Это мы всё равно будем очень ждать долго, и когда она подешевеет, она уже устареет. Но как раз-таки эти вещи, они как-то быстро дошли, то есть я думаю, что у каждого в будущем уже будет передоволочка дома, там ещё ничего-нибудь такое, потом как-нибудь в будущем там ещё какие-нибудь, знаете, Майкрософт-то выпустила эту, сфоткал, и сразу 3D-модель получилась. Так, вот мы допечатали, пластик у нас, конечно, очень-очень тоненький такой, очень-очень горяченький, потому что он очень мягкий. Сейчас мы давайте тут из боков допечатаем. Как видите, иногда оно даже прилипает к бумаге, но это, в принципе, легко... Ай, горячо! Ликвидируется. Давайте вот тут напечатаем ещё. Тогда ручкой можно, кстати, печатать какие-нибудь даже интересные вещи, которые можно подарить. Больше для... Она, в принципе, и не понадобится. ПОДПИШИСЬ! Продолжение следует... Продолжение следует... Также у нас есть вот такой человечек, который нужно пройтись с рашпилем. Ну, рашпилем это реально мощно. Это вот эта фигня, она пузырится, она мне не очень нравится. Это типа вот так вот. Это типа домик вот у нас тут. Вот домик, вот крышка. Вот типа памп-джек. Мы её потом дорисуем как-нибудь. Так. Аккуратно. Не делайте, как я нарушаю технику безопасности. Я просто снял там кусочек. На этом всё.